Автомобили, мотоциклы и скутеры с двигателями внутреннего сгорания прочно вошли в повседневную жизнь. И вроде бы все привыкли заправлять бак бензином либо дизельным горючим. Однако прогрессивно мыслящие люди стремятся создавать другие экологически чистые виды транспорта. Сегодня у нас необычный тест-драйв. Мы испытываем полноприводный электровелосипед. Его сделал своими руками талантливый человек, который много лет работает в автобизнесе. Заметьте, это не какой-то экспериментальный образец. Это реальное средство передвижения, которое эксплуатируется с большой интенсивностью. Например, в рабочие дни ежедневный пробег по городу и по трассе составляет не менее 50 километров. А в выходные этот уникальный транспорт используется для путешествий как по дорогам, так и вне дорог. Большой запас хода и оба ведущих колеса позволяют забираться в такие места, где на другой технике не проедешь. Источником энергии служат две литий-ионных батареи. Одна основная, другая резервная. Их емкости хватает, чтобы свободно проехать более полусотни километров со скоростью до 60 километров в час. А еще эта бесшумная электромашина обладает впечатляющей динамикой разгона. Надо заметить, что в штатном режиме движения используется только классический задний привод. Но для резкого старта и мощного ускорения у водителя есть кнопка «Форсаж», которая включает полный привод. Два мотор-колеса позволяют легко уходить с места, оставляя позади плотный поток автомобилей. Линейная характеристика электродвигателей обеспечивает максимум тяги во всем диапазоне оборотов – от нуля вплоть до верхнего предела скорости движения. Самодельная конструкция получилась довольно симпатичной и, самое главное, очень надежной. Хотя хозяину электровелосипеда еще есть над чем работать. Есть планы по установке задней подвески. Неплохо бы изменить угол наклона передней вилки для лучшей устойчивости на высокой скорости. Но по-прежнему ценно то, что даже при полностью разряженных батареях у вас всегда есть возможность передвигаться за счет мускульной тяги. Благодарим Владимира Владимировича Дробинястова за помощь в организации тест-драйва. Спасибо!